Февраль 2015 года. Бортинженер экипажа Международной космической станции Елена Серова устанавливает специальное оборудование для наблюдения за нашей планетой — фотоспектрометр. С его помощью из космоса можно определить даже химический состав пылевых бурь. Здесь, на борту МКС, проводится постоянный мониторинг за районами прогнозируемых техногенных и природных катастроф. На борту МКС находится уникальная научная аппаратура для мониторинга и прогноза развития природных и техногенных катастроф. Это фотоспектральная система ФСС. Она предназначена для регистрации спектров отраженного излучения подстилающих поверхностей. Все данные, которые мы получаем в ходе эксперимента о зарождении, развитии и масштабах катастрофических явлений, мы оперативно регистрируем и передаем на Землю. Земля уже давно под пристальным наблюдением космонавтов. Сегодня, в буквальном смысле, они как правая рука ученых — географов, экологов, геофизиков. Программа по исследованию планеты из космоса называется «Ураган». Хотя название указывает на стихийные явления, ученые поправляют. Ураганы, смерчи, цунами — лишь малая часть объектов для наблюдений. Интересна динамика жизни Земли в целом. Здесь задач на самом деле очень много. Во-первых, мы, конечно, должны понимать, что происходит у нас на земной поверхности с точки зрения динамики природной среды. И здесь у нас, вот в этом полете, который сейчас проходит, у нас 32 задачи. В отличие от других планет, наша Земля живая. У нее свои правила и законы, о которых человеку до сих пор известно не все. Изучить их — задачи географов. За десятки лет наблюдений у специалистов накопилось немало данных. Главный вывод — планета переживает глобальное потепление, и это не миф. Космические снимки — наглядное тому подтверждение. Мы изучаем потепление Земли по колебаниям ледников. Если теплее, то и ледник отступает, а если ледник холоднее, ледник наступает. Дело в том, что ледник живет за счет того, что существует баланс массы. Если приходная часть вещества в леднике выше расходной, он наступает. Если нет, то наоборот. Вот сейчас как раз приходная часть уменьшилась, ледники все, почти все ледники отступают. Известный факт из истории нашей планеты. 11 тысяч лет назад ледниками были скованы огромные пространства. Лед лежал даже на географической параллели нынешней Москвы. Может ли такое повториться еще раз? И в чем главная причина изменения климата? Однозначного ответа наука пока дать не может. Очень важным фактором является действие тепловой машины океан-атмосферы. Что это такое? Смотрите, мы с вами живем на планете Неземля, только так называемся. Мы живем на планете Вода. У нас три четверти, это все-таки вода. И средняя толщина мирового океана около 4 километров. Это огромное количество тепла. Над этим океаном атмосфера, по словам говоря, 8-10 километров, в которой тоже очень большое количество тепла. И вот взаимодействие этой тепловой машины, работа в ней и определяет климат Земли. А оно в свое время определяется солнечно-земными связями. Изменения климата планеты отмечают и орнитологи. Птицы чутко реагируют на любые колебания температуры. Потепление влияет на ареалы их обитания. Сейчас в Западной Европе зимует огромное количество птиц, которые, скажем, 300 лет назад или 400 там не зимовали. Когда была там такая нормальная зима, в Голландии замерзали каналы, на севере там лежал снег глубокий, никаких зимовок не было. Зимовки были в других местах. Изучение флоры и фауны – также одна из основных задач урагана. Ведь живая природа – неотъемлемая часть нашей планеты. Вскоре в научной программе «Ураган» появится новое необычное направление – исследование из космоса механизмов сезонной миграции птиц. Здесь, как и с климатом, пока много неясного. Мы до сих пор очень слабо себе представляем, какие механизмы используют птицы во время миграции. Как они находят дорогу, скажем так, да? Как они находят места гнездования, если не гнездятся в одних и тех же местах. Существует там ряд теорий, часть из них подтверждены какими-то экспериментальными данными. Ну, известно, что птицы могут ориентироваться по Солнцу или там по звездам, что они могут воспринимать магнитное поле, что они могут ориентироваться по запахам. Это русские почтовые. Должна быть длинная шея. Об уникальных способностях птиц безошибочно ориентироваться в пространстве людям известно давно. Яркий пример – голуби. Голубь – символ мира. Их уникальные способности возвращаться всегда домой люди использовали издавна для передачи новостей и писем. Сегодня, когда средства связи достигли высочайшего технического уровня, с тех пор загадка, как эти птицы, попав в незнакомую местность, ориентируются, преодолевая 300, 500 и даже 1000 километров и все равно возвращаются домой. В современном мире голуби уже хобби. Проводят даже специальные соревнования для голубей. Собираем все голуби, все голуби мальчиков отдельно, девочек отдельно в садке. И везут их от Москвы за 250, 300, 500, какая дистанция запланирована на эту неделю. После этого их выпускают в 6 утра. И голуби летят каждый к себе домой. Как вырастить и подготовить спортсмена голубеводы знают. Но вот как их питомцы находят дорогу домой, неизвестно даже им. Теперь на аппаратуре снимаем защитные крышки, устанавливаем их в посадочные места, чтобы все у нас было свободно. И устанавливаем аппаратуру ФСС в посадочные гнезда, четко соблюдая последовательность фиксации болтов аппаратуры к кронштейну. Впрочем, в космической программе «Ураган» объектами исследования станут дикие птицы. Для наблюдений выберут несколько видов. Птицам установят мини-датчики, сигнал от которых будет идти на специальную антенну российского сегмента МКС. А уже оттуда передаваться в ЦУП. Ученые уверяют, для птиц это не опасно, а для науки огромный вклад. Будут выпущены передатчики, аналогичные тем, которые уже используются. Весом 5 грамм, но там будет больше функций, поскольку они еще имеют функцию 3D-акселерометра. То есть они могут определять положение передатчиков пространства, а значит положение птицы. То есть мы можем понять, в данный отрезок времени птица летит или сидит. Основываясь на космические данные, биогеографы составят карты трасс перелетных птиц, чтобы люди каждый раз, затевая что-то грандиозное на планете, никогда не забывали и о братьях меньших. Порой необдуманные действия могут погубить целые популяции. Вот это вот схема миграции белого аиста. Огромная территория, где птицы гнездятся в разных условиях, в разных странах. Потом они летят и попадает на так называемое бутылочное горлышко. То есть если какие-то неблагоприятные условия возникают на этом пролетном пути, велика вероятность того, что виду будет нанесен существенный ущерб. Наша Земля из улюминатора МКС. Высота 400 километров. Работа со спектрометром на сегодня окончена. Но космонавты не спешат улетать от улюминатора. Здесь они проводят большую часть свободного времени смотреть на планету, их любимые занятия. А ведь только оттуда видно, насколько хрупок наш мир. Субтитры создавал DimaTorzok